Частенько встречают дауничьи, которые я не знаю как дауничьи играют, но в целом они дауничьи, короче. Всем здорова, друзья, с вами Тима, и это новое долгожданное видео по игрушке Бравл Старс. Ну а не было роликов из-за того, что вы не ставите лайки на эти ролики. Мы даже тысячу лайков по ролику Бравл Старса ни раз не забирали, поэтому давайте попробуем это сделать на этом ролике. Мне кажется, это получится, потому что просмотры мы набираем около 10 тысяч, поэтому прожмите обязательно лайк. Ну а сегодня я вам снимаю ролик о своем нубском аккаунте, ну в принципе, как и всегда, что тут говорить-то вообще о раковском аккаунте. Короче, я до этого делал эксперимент, когда у меня не было ящиков, вы знаете то, что я фармил боксы, сразу их открывал, и как вы думаете, что изменилось за этот месяц? Ну, в принципе, ничего нового, короче. Ничего не изменилось, потому что мне не выпало ни одной пассивки, мне не выпало ни одного нового персонажа, напомню. Мне не хватает трех персонажей, у меня даже уже некоторые войска, точнее не войска блинские, а юниты, я уже даже заговариваюсь. Короче, практически все юниты уже доступны, вот эти вот, ну персонажи доступны на девятый левел, и то есть они не копятся. И поэтому, я уже не знаю, мне кажется, скоро я всех вот этих вот персонажей уже докоплю, и мне будет падать одно золото. А персонажи до сих пор эти не выпадут. Но у нас есть сегодня шанс, чтобы хоть кого-то выбить, потому что у меня спрашивали, а какой у тебя шанс на аккаунте? Ну-ка покажи его, просто может быть у тебя шанс маленький. Ну да, конечно, шанс маленький, просто мизерный. Я в шоке, у меня такого шанса, кажется, никогда не было. Он все копится и копится, мне все ничего не падает и не падает. Это просто жесть, мне уж скоро бомбить будет. Прошлое открытие, так вообще, я потратил гемы на три ящика, на три мега ящика, или четыре даже я открыл, плюс большие ящики, плюс обычные, и мне ничего не выпало. Да-да-да, это я, самый везучий человек на планете, или самый везучий аккаунт, да. Короче, я уже приступил открывать боксики, поэтому давайте по фастику откроем. Может быть мы еще гемчиков накопим, чтобы я удвоители купил. Я удвоители очень хочу купить, потому что они мне будут помогать быстрее собирать боксы, быстрее буду копить золото персонажей, и быстрее прокачаю всех персонажей до девятого левла. И мне кажется, до сих пор я не открою ни одного легендарного персонажа. Да, ну я не знаю, лишь бы так не было реально. Окей, вот это я понимаю, но если бы была бы пассивка на другого юнита этого персонажа, было бы куда лучше. У меня уже есть на нити, блин. Нита восстанавливает 500 очков здоровья, когда ее медведь наносит урон врагу. Когда нита наносит урон, ее медведь восстанавливает 500 очков здоровья. Ага, все, я понял. Ну ладно, это плюс коллекцию, как бы и то хорошо, хоть что-то упало. Тем более пассивка стоит 2000 в магазе, а так на халяву получаю и то хорошо. Поэтому давайте дальше открывать, начало положено. Но, меня разработчики достали уже кормить этими пассивками, поэтому давайте мне персонажа. Срочно причем. Я уже устал смотреть на ваших персонажей этих. Так, у нас еще в магазине есть бесплатные, давайте начнем еще и с них. А потом я уже свои открою, наверное. Так, ну тут, естественно, ничего не падает. Вот за все открытие, мне, по-моему, один раз только туда пассивка дропнулась и все с этого бесплатного. Так, большие ящички пошли. Так, по золоту сейчас будем смотреть. Тут ничего нету у нас. Тут у нас ничего нету. И тут у нас ничего нету. Короче, очередное годное открытие. Так, мега ящик пошел. И у нас тут... Нет, тут у нас тоже ничего нету. Да, классно. Классно, классно, классно. Очередной раз я ничего не выбил. Я не знаю, что делать с этим аккаунтом. Капец просто, сколько я уже месяца три ничего не выбиваю. Реально, три месяца. Каждый день захожу в игру, фармлю эти конченые токены. И мне ничего не падает. Это же капец как обидно, разработчики ущербные. Вы сделаете что-нибудь с выпадением. Я реально думаю сейчас, что я быстрее вкачаю персонажей до девятого левла, чем откроется мне какой-то персонаж новый. Какого черта? Мне не один остался. Мне не два осталось. Мне еще три персонажа нужно выбить, вы понимаете? Три это не один. Шанс уже большой. Ой, блин. Просто, просто не знаю даже, что делать вот с таким вот аккаунтом. Такс. На лови плюхенчик, минус приматик. Туда никто не прошел или здесь уже... О, что это? Что это они? Гейский клуб какой-то что ли? Я не понял, открыли. Какие-то они странные, слушайте. Так, ладно, вот так вот делаем. Потом вот так вот делаем. Ой-ой-ой, давай-давай. Оп. Дай-дай-дай мячик. Оп. Хоп. Ай, факинг щит, короче, не туда попал. Капец обидно. Я думал, что сейчас я примат... Ой, примат говорю. Как его называют? Леон пойдет не в ту сторону. Оказывается, он пошел не туда, куда нужно хоть как. Ну, короче, я не угадал. Все, давай забиваем, короче. Дай мячику, братский. Да-ра-ра-ра-ра. Ну, короче, все забили. Изи гол. Браулбол это тема. Если ты будешь отыгрывать по полной, то Браулбол это изи каттедж. Самое главное, чтобы тиммейты нормальные попадались. В последнее время что-то странное происходит, и тиммейты мне никогда не попадаются нормальные. Наверное, это нормально, когда ты играешь в глобале. Так, вот здесь кто-то есть. Опа. Так, не попал. Ах ты ж, зараза. Смотрите-то какая. Ух ты ж. Угу. 1700 хп. Опачки, промахнулась дурочка. Хе-хе. Так, нам нужно сейчас вальнуть, получается. Ну, все, это изи гол. Даже валить никого не пришлось. Хотя Леон мог бодефать, а я его завалил. Ну, естественно. Самый главный тащер в Браул Старсе. Это кто в Браул Старсе? Это я. Это я. Тим плей. На эгибатор. Только не везучий на эгибатор. Давайте поиграем лучше новую пассивку. Я забыл протестировать новую пассивку. У меня есть уже две пассивки на Ниту. У меня уже есть две пассивки на Брока. У меня уже есть две пассивки на Альприма. Какого черта, блинские разработчики? Дайте мне нового персонажа, блин. И нафиг я взял Брока, если мне нужно взять Ниту. Капец просто. Ладно, выбираем Нину нашу. И пойдем мы с вами... Ну, ШД я не хочу. Ну, или... Ну, или давайте, ладно, опять Браул Бол попробуем. Окей. В Браул Боле мне, в принципе, нравится. Тем более, карта прикольная. Так что сейчас будем с вами нагибать Медведем нашим. Хотя у меня на Ниту и так есть хорошая пассивка, которой мне было достаточно. Лучше бы на нового персонажа дали пассивочку какую-нибудь годную. Как же я давно не играл Нита, это жесть. Так, все, минус Тарочка. Ладно, минус 0, Летару. Динамайк, шо? Ты че? Динамайк, ты че прикалываешься? Ты че тут забыл вообще? Так, а это изикатка, да, как я понимаю? Это да, это изикатка. Все отлично. У нас есть Фрэнк. Если он будет отыгрывать правильно, то это будет изикатыч. Так, шпух. Шпух. Все, минус Тарыч. Давайте своего медведя первого скинем. Так, восстанавливать будешь хп? Нет, братан. Так, у нас уже Фрэнк побежал забивать мячик, и он, похоже, забьет. Красавчик. Вот почему, когда я играю без записи, мне так не везет. И, кстати, опять звездный игрок, естественно, Тащер, самый лучший нагибатор этой планеты. Да, и опять эти чалики идут со мной. Короче, я когда не записываю, мне так не везет с командой, как здесь везет. И самое интересное, что они опять идут в бой. Самое главное, чтобы сейчас Динамайк нас не подводил, не косил. Ну, в общем, не тупил, одним словом. Так, давайте Фрэнку нашему поможем. Хоп-хоп, все, минус нули. Ой-ой-ой-ой-ой, это ГГ. А, нет, попал. Все, шик и блеск. Так, оп. Ну-ка, последнюю тычунку. Опачки. Идеалити. Все, сейчас будем мы с вами вот этого вот челика прессовать медведем. А, не, не будем прессовать. Ну, да ладно. У нас там Фрэнк прошел. Ну, и Фрэнк, в принципе, мог бы легко забить. Опа! Ульту заюзал. Сейчас посмотрим, что там будет. Я думаю, будет что-то актуальное. Не знаю, просто... Эй, зря медведя скинул, блин. Тима, тима хорошая попалась. Вот реально. Иногда аж радуюсь даже вот таким челикам, вот такой команде, блин. Просто капец. Так, ладно, минус нули. Ой-ой-ой. Лол. Просто лол. Какой пас сейчас был от соперников наших. Это жесть. Да, Мортис хорош. Уловил момент и пошел обратно. И в итоге забил, зараза, такой. Бывает. Так, нужно помочь. Нужно помочь. Бац-бац. Окей. Давай-давай-давай-давай. Прессуем-прессуем, братан. Закидываем медведя. Делаем все, что в наших силах. И убегаем. Не люблю я вот эту вот фрезу. Еще частенько от Шелли тоже огребаю этой фрезой. Так. Ай, блин. Все, я сдох. Ну, у нас, короче, что-то, я не знаю, не получается. Не получается. Из-за того, что у нас этот Мортис в соперниках. И он как-то, я не знаю, шустро бегает сильно. Так, ну я убегу. Я убегу. Оп. Ну и все. Я мяч скинул. И то хорошо. Теперь у нас Динамайк должен раскидать кого-нибудь. Если будет попадать, конечно. Это на заметку. Если еще Динамайку. Я надеюсь, он будет попадать, если что. Хоп, 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 хоп. Все понятно. Ок. Динамайк. Я люблю Динамайков. Вот реально. В той катке нам, наверное, просто повезло втащить. Но я ненавижу людей, которые Динамайка берут в Бролл Болл. Я не знаю, как они собрались дефать Мортиса? Динамайки. Я понимаю, бывает шара и Мортис как бы попадает на бомбы. А бывают такие Мортисы, которые никогда на бомбу не нарвутся. То есть Мортисы, которые отыгрывают очень хорошо. Поэтому я не понимаю людей, которые берут Мортиса. Ой, Мортисы, говорю. Динамайка в Бролл Болл. Вы просто, я не знаю, с какой планеты кто берет Динамайка, блин, в катке. Оп. Хоп. Ну это ези катка, короче. Если сейчас у нас этот закинет мне мяч, то это ези катка. Давай мяч. Мяч дай, дебилой ты. Ну все, короче. Я сейчас буду бомбить. Все понятно. Оф, блин. Спасите просто игру, а? Пожалуйста. Ей плохо. Она заболела. Пипец просто. Вот коротко о том, почему я не люблю снимать Браул Старс, блинский. Потому что тут 50% адекватных игроков. Просто, просто ненавижу. Вот этот вот упырь, я не знаю. Частенько встречаю дауничьи, которые я не знаю, как дауничьи играют. Ну в целом они дауничьи, короче. Все, ладно. Это последняя катка, потому что потом будет взрыв Пуканыча. Я просто не могу играть. Я не понимаю людей, которые играют весь день эту игру. Неужто у них не взрывает просто? У меня лично уже взорвало просто от одной катки. Этого хватило мне реально. Он слепой, что ли. Я не знаю, какого черта он идет туда, если там он видит, что Фрэнк заряжается. Я не знаю, это какие кубки? Это насколько надо быть дебилом, чтобы так играть? Все, короче, я не буду ничего комментировать. Я взорвался. Я все. У меня минус нервы начинаются. Так, все, убегаем. Но я не убежал. Но я, в принципе, там ничего не сделал бы. Да. Классно. Короче, я даже им, наверное, забить мяч дам. Если сейчас получится дать. О, ну все понятно. И этого я не видел. В кустах торчал, зараза. Но у нас Шелли, конечно, даже не отдефает, естественно. Я не знаю, была у него ульта или нет. Но если была ульта, то земля и пухом, короче говоря. 500 кубков это самые лучшие кубки. Я не знаю, на 500 трофеях, мне кажется, сейчас сидят люди, которые раньше 200 кубков не могли апнуть. Ну, иногда мне так кажется из-за тиммейтов моих. Короче говоря, вот такое вот у нас открытие получилось. Информативное. Ну, информативный ролик. Результативное открытие. Ну, короче, профит от этого открытия просто нереальный был. Игра топ. Игроки топ. Всем удачки, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok